Привет, с вами вас, Аноним. Знаете, что бросается, сильнее всего, что бросается в глаза, когда читаешь ваш текст? То, что вы ориентировались в такое впечатление, что на семью, на мужчину, на материнство, на других людей. И единственное, что волнует вас, это другие люди. При том, что своих собственных интересов, своих собственных увлечений у вас нет. Нет ничего такого, что могло бы как-то вас определить, могло бы вас как-то показать, что могло бы вас как-то продемонстрировать, что ли, грубо говоря. Знаете, какая штука? И вот это очень сильно бросается в глаза. Настолько сильно, что, наверное, это и есть главная проблема. То есть вы не реализуетесь, у вас по факту нет своего какого-то жизненного вектора, и всё. И не имея жизненного вектора, вы страдаете. Не имея жизненного вектора, вы переживаете. Не имея жизненного вектора, вы ориентируетесь на других людей. Через других людей пытаясь себе доказать, что вы чего-то стоите, что вы что-то значите и так далее. Но вот когда вы пишете, что те, кто мне нравились, тем, кто мне нравился, не нравилась я, ну, это вот свидетельствует о том, что люди для вас это не такой момент, что вот вы принимаете человека просто и всё, а люди для вас это именно такая вот возможность о себе заявить, такая вот возможность, там, что-то доказать, например. Ну, это проблема. И вот в первую очередь с этим нужно работать со своими интересами, с увлечениями, с развитием. Тогда и люди появятся, которые могли бы вас оценить и с которыми вы могли бы построить отношения. И, понятное дело, что очень важную роль играет здесь решение внутренних конфликтов своих. То есть, понятное дело, что здесь играет роль именно разрешение конфликта в плане того, что со мной что-то не так, что я чувствую себя неполноценным. Вот. И это то, что, по-видимому, вы пытаетесь разрешить через отношения, через семью. Вот. Но, к сожалению, это так не работает. К сожалению. Вот. Соответственно, корректировать, корректировать это можно и нужно. Вот. Делать это через психотерапию. Советы, советы, никакие здесь, во-первых, не помогут. Во-вторых, все-таки мы психологи и советовать мы никакого права как такового не имеем. Вот. Теперь разберем ваш текст. Мне 24 года. Девочка. Ну, здесь, очевидно, вы на первое место представляете возраст. Какое для вас это имеет значение? Личной жизни нет и не было. Ну, смотрите. Сами того не подозревая, вы говорите правду. Но что такое личная жизнь? Личная жизнь – это жизнь личности. Личности. Жизнь личности подразумевает жизненный путь личности. То есть, именно куда вы лично идете, к чему вы стремитесь. Вот. С другими людьми это не связано. Не было даже поцелуев. Но здесь вот, понимаете, про поцелуи и про все, что связано с этим, здесь больше, как мне видится, это про нежелание выделяться. Но если вы не хотите выделяться, вы, по большому счету, игнорируете все свои особенности. Вы не пользуетесь ими. А раз вы ими не пользуетесь, вы не можете быть собой. Если вы не можете быть собой, вы не представляете интерес для другого человека. Дальше. Чувствую себя неполноценной и ущербной, а постоянно копаю в себе и ищу причины, почему со мной так происходит. Ну, собственно, вследствие чего вы чувствуете себя неполноценной и ущербной? Какие условия вы себе ставите? Не могу неизгонно общаться нормально. Кажется, что все на меня со смешкой смотрят. Но, опять же, это не принятие себя. Вот, грубо говоря, да, это не принять на себя. У всех знакомых ровесниц есть молодые люди, кто-то вышел замуж. Так, у кого тут двое детей? А вам какое дело? Да, нихуя. Из-за чего вы хотите замужества? Что такое ваше желание замужества, родительства? Что это из себя представляет? Не могу без слеза мобрить на маленьких. Возвращаясь мне не будет никогда детей. А откуда ваше желание у меня детей? То есть, с чем это связано? Отличия от этих мыслей не получается. Правильно, неудовлетворенность. Только форма неудовлетворенности у вас одна. Если мне кто-то нравится или я была улюблена, они на меня не обращали внимания, были недоступны. Но здесь, опять же, момент, как вы воспринимали этих людей, как вы их видели и что за чувства у вас были к ним. Я уже так к этому привыкла, что больше не верю, что может быть по-другому. Ну, выглядит как защита. Внешне я обычно, обычно людей не бывает. Все люди уникальные. Говорят, что красивее, когда улыбаются. Но, опять же, вы себя так не считаете. Здесь, я думаю, местно было бы задать вопрос, какая вы женщина? То есть, вот, над моделью женского поведения проработать. Улыбаться все нет, настроения тоже нет. Из-за чего? Вот, что определяет ваше настроение? Как у других людей есть возможность влиять на то, как вы себя чувствуете? Понимаю, время идет, ничего, моя жизнь не меняется. Так, а что вы делаете, чтобы что-то в вашей жизни изменилось? Через 6 лет мне будет 30, кому я буду не тронутая нужна? А, опять же, это... Зря эти поначления с одной стороны, с другой стороны, нужны ли вы себе? Понимаю, что до конца жизни будет одно, откуда это объяснение. Родители говорят, что все нормально, будет встреча еще. Я не верю. Моя жизнь, дом, работа. Ну, это ваш выбор, что у вас только дом и работа. Что у вас нет интереса. Подруги такие, чтобы можно было куда-то выбраться, нет. Либо замужем, либо молодой есть. А вам-то самое еще интересное. Почему у вас для того, чтобы выбраться куда-то, не подруги? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...